Привет, друзья! Сейчас будет коротенький репортаж о том, как американцы готовятся к Хэллоуину. Сейчас вот конец сентября, но уже во всех супермаркетах, магазинчиках уже все на тему Хэллоуин. Здесь это очень и очень популярный праздник. Вот эта секция мне очень нравится, такая позитивненькая. Конечно, тут я как человек к этому непривычно, у нас как-то в Украине особо этот праздник, не знаю, только вот входит как бы в моду. Но вот некоторые вещи меня как-то все равно поражают до сих пор. Вот такое вот тут глазки, пожалуйста, пальчики. Ну, цены не комментирую, кому интересно, смотрите, ценники вот видно. Вот это вообще, да, вот нож, пожалуйста. Какой-то это что? Кэнди-блу-спрей, ага. То есть вот вот такой вот как ужас. Обрызганный, не знаю, кровью маффин. Ну, понятно, всякие наклейки, формочки, гирляндочки. Все, что тут только можно придумать. Есть такие веселые, вот как тыковки, да. Есть такие уже более вот как агрессивные, я бы так сказала. Ну, для американцев на самом деле это все нормально. Они не считают, что это что-то страшное. Кстати, мне вот эти очень понравились формочки для выпечки. Очень классно можно печенье сделать. Вот. Так, переходим, что здесь еще? Какие-то наборчики. А, да, смотрите, круто. Вот 6 долларов тыкву вырезать. Кстати, мне муж рассказал, что когда в Америке дома оформляются там тыквами, вот все на эту тему, там всякие пауки, летучие мыши, обычно вот в такие дома дети и стучатся на Хэллоуин. Потому что, скажем так, подобный антураж возле домов, ну это наклейки, подобный антураж возле домов, он значит, грубо говоря, заходите, мы в эти игры играем. Соответственно, насыпем вам конфет. Если такого антуража возле домов нет, то, ну, скорее всего, к вам никто не придет стучаться в дверь. Это значит, что хозяева не хотят играться в подобные праздники, поэтому вряд ли будут рады гостям. Вот. Хочу, конечно, еще показать быстро, что мне вообще понравилось или запомнилось. Ага, так, немножко я секции ошиблась. Кстати, ну, коль я ошиблась, тоже вот, пожалуйста, вот, фейс-паудер, ужас. Будете вот такой вид иметь, или вот разрисовать. Можно себя, вот, пожалуйста, вот краски различные для разрисовывания себя. Вот это, конечно, немножечко для нас непривычно, да, вот это. Это все вампайр-блад, я видела всякие челюсти, вот эти зубы. Ну, вот, такая, как, не знаю, кровь. Кошмар. Тут для нас такое, конечно, из разряда вон. Так, что тут в следующей секции? Следующая секция, ну, это, пожалуйста, велкам. И вот такой вот улыбающийся череп. Кстати, я была поражена, какое количество костюмов всевозможных, друзья, на взрослых, на детей. То есть, ну, в принципе, костюмы тут есть вот на любую тему, даже вот, пожалуйста, в виде банана, монаха. То есть, к любому празднику я видела там, в виде ниндзя-черепашки, супермены. Ну, понятно, что принцессы. Вот, кстати, костюм для взрослых, пожалуйста, вот. Будете, как красная шапочка. Но также, вот, пожалуйста, вот Супермен. А, Человек-паук. Сколько вот такое счастье стоит? How much it's cost? Спайдермен. 30 долларов, насколько я вижу. 29.97. Вот Скуби-Ду, ниндзя-черепашки. Ну, в общем, такое я уже даже не удивляюсь. Вот, пожалуйста, вот на маленьких. Вот 16 долларов. Такая будет красивая божья коровка. Симпатяшка. Вот такой, Микки Маус. Вот, Папа Тролль, кстати, очень популярна. Ну, в общем, вот. Все видно. Да, так вот, меня поразило, что не только дети, да, грубо говоря, в такие игры играются, но и взрослые, ну, кто эти костюмы одевает. Мне как-то на Украине у нас это не принято. То есть, мне это сложно представить. Вот этот мне очень понравился, прелест. Скажите. Такая будет ваша девочка-зайчик и такой вот лев за 16 долларов. Ага, Джозеф меня что-то сейчас зовет. Сейчас, одну секундочку. Это что? О, боже, можете покрасить даже свои волосы, пожалуйста. Правильно? Глиттер спрей, хэ, колор. О, боже. В общем, можете вот таким вот быть. А ну, на меня руки наставь. Like hands. Ужас. О, вот, друзья, кошмар. Пожалуйста, вот 10 долларов. Помните вот этот фильм? Да. Ну, в общем, и это фактически там маски для взрослых, ребята. Ну, вот 8 долларов, там 10 долларов. То есть, взрослые тоже в такие игры играются. Все это одевают. Но в Америке, понимаете, это все не страшно. Все это вот воспринимается на хихиха-ха. О, боже, а что это значит? Вот, пожалуйста. Ужас. Вообще, не знаю, может, где что-нибудь примерить. У меня как-то рука не поднимается. Вот такое что-нибудь померить. Вот особенно вот это. Помните этот фильм «Пятница 13»? Три доллара. Вот, Джозеф нашел, пожалуйста, забаву. Говорит, три доллара. Вот, постучится к вам в дверь вот такой вот старичок. Ну, понятно, что парики, вот, пожалуйста, по 10 долларов. Тут разные волосы. Ну, если же вы костюм принцессы купите, вам же нужно соответствовать правильно. Поэтому вот можете как раз себе и соответствующий стиль для волос выбрать. Да, вот Джозефу вот это понравилось. Блондинка. Видите, мужчины предпочитают блондинок, как показывает практика. Даже здесь он выбрал костюм блондинки. Да, там на входе еще были всякие скелетики. Ну, в общем... А вот, смотрите, как вам вот эти вот брошечка, да, вот такая. Ой, капец. В общем, три доллара счастья. Вот. Ну, и в довершение, сейчас пройдемся по ряду с костюмами. Я все-таки хочу показать, как я считаю, гвозди программы. Вот, пожалуйста, юбочки всякие. Вот. Можете вот такой вот костюмчик на себя купить. Тринадцать долларов. Ну, как-то он так, не знаю. В общем, на волне Хэллоуина можете примерить и такой костюмчик. Это на Хэллоуин будет выглядеть нормально. Так, ну, это аксессуары, маски. Ну, здесь все стандартно уже на празднике. Маски, ничего такого здесь нет. Сейчас покажу. Здесь, на самом деле, огромные ряды с этими товарами. Поэтому любой костюм здесь не проблема найти. Ой, а вот, смотрите, какая прелесть, да? Класс. Я бы поиграла в полицейского, например. О, подтяжечки тоже неплохие. А вот, пожалуйста, вот, рога. Кто? А, ну, конечно же, друзья, забыла сказать о конфетах. Сейчас вот все упаковки на тему тоже. Вот, пожалуйста, Хэллоуин. Большие упаковки. Соответственно, известные марки. Вот, известные марки. Но уже упаковочка вот такая осенняя. А, вот, кстати, наши скелетики. Пожалуйста. Страшно. Ой, я помню вот этот ужасный фильм. Забыла, как называется. Не знаю, даже меня такое пугает. Теперь вы знаете, вот, когда я в Америке с этим совсем столкнулась, я теперь понимаю вот эти вот американские фильмы ужасов. Знаете, когда там что-то происходит в Хэллоуин, они вообще не боятся, думают, что это, знаете, все шутки. И, ну, например, до них доходит, что что-то реально происходит, только уже в конце, когда там что-то случается. Потому что у них же эти праздники, для них это, не знаю, в порядке вещей. Вот он, гвоздь программы. Смотрите, это же просто от ас. У нее, по идее, еще должны вот так вот глаза мигать. Да, в общем, меня вот эта дама впечатлила. Пожалуйста, вот, выч. 79 долларов. Это то, что вы можете себе поставить возле дома и, скажем так, его украсить на этот праздник. Ну, а на этом, друзья, всем пока. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как американцы готовятся к Хэллоуину, что у них есть в магазинах на эту тему. Где-то вы улыбнулись, где-то, наверное, удивились, как я. Ну, пока-пока. До новых встреч.